Секрет Привет! Это программа Фак и я ее ведущий Борик. Для тех, кто ни разу не смотрел нашу программу, вкратце поясню, в чем же ее суть. Есть конкретная игра, вызывающая определенные вопросы. Моя задача разобрать сапш по кирпичикам и дать ответы на поставленные вопросы. Кто ничего не понял, разберетесь по ходу дела. Впереди много чего интересного. Не будем терять время. Дополнение к Секрет ждали, ждали и ждали. Ждали с нетерпением, гадая, что же представит на наш суд немцы на сей раз. Секрет Underworld. Игра впервые появилась на прилавках в июле 2005 года. И сегодня, спустя год после выхода, остается, пожалуй, самым успешным клоном Диабло. А Underworld — это стандартная для Дона мелочевка. Новые монстры, новые средства уничтожения этих монстров, новые территории. Геймплей стал еще более хардкорным. В основном, из-за того, что противники теперь не чураются наваливаться совсем уж огромными толпами. В типах персонажей теперь восемь. Это новички Гном и Демоница, а также старые знакомые. Серафим, Темный и Светлый Эльфы, Боевой Маг, Вампиреса и Гладиатор. И что позволено одному, не всегда позволено другому. Есть даже предметы, которые могут использовать только персонажи строго определенного класса. Развитие организовано просто, если не сказать стандартно. Убиваем монстров, за них капает опыт. Набираем нужное количество, получаем очки, за которые можем поднять характеристики и умения соответственно. Еще у героев есть спецспособности, но их система развития несколько иная. Системные требования игры. Процессор 1,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 1,2 ГБ на жестком диске. Сакрит. Все, конечно, помнят, что Сакрит – это одна из немногих игр, где Ваш герой может ездить на лошади. В оригинальной игре это использовалось в первую очередь из-за скорости, однако в дополнении подход к коням несколько изменился. Во-первых, во время верхового боя Ваш скакун тоже наносит повреждения врагам. Во-вторых, у лошадей появилась собственная спецатака. Рубить монстров и путешествовать по деревням можно героям, которого Вы взрастили в оригинальный Сакрит. Не хотите? Хорошо. Тогда к Вашим услугам два новых персонажа. Демон и гном. Один из героев, разумеется, плохой – это демон. И не потому, что он был воспитан в детском аду и не способен на добрые поступки. Нет, герой этот плох потому, что им совершенно неинтересно играть. Множество фишек, которые на первый взгляд могут здорово разнообразить геймплей, на поверку оказываются не более чем бутафорией. Персонаж по сравнению со своими коллегами банально слаб, да и внешне совершенно некрасив. Единственное, чем он способен удивить нас – это способностью летать на небольшие расстояния. Гном – совсем другое дело. Оригинальный, интересный и, конечно же, хороший персонаж. Правда, есть один минус – гном не ездит на лошади. Игра за него заметно отличается от игры за других героев. Гном – настоящий пироманьяк. Он ставит мины, стреляет из ружей, поджаривает своих противников с помощью огнемета. Такого мы в Диабло-подобных играх еще не видели. Правда, только сценаристы не потрудились пояснить, откуда в мире Сакрид взялась взрывчатка и огнестрельное оружие. Кстати, гном еще и потрясающе озвучен. Взрывы и выстрелы бабахают так, что уши закладывает. В остальном же техническая составляющая практически не изменилась. Разве что графический движок может щегольнуть несколькими новыми, но красивыми спецэффектами. А теперь перейдем к вашим вопросам. Как выбирать старых героев, когда играешь уже на золоте, серебре или еще дальше? Вначале есть кнопка «Экспорт». Ты экспортируешь туда героя, которого импортировал в конце прошлой игры. Кстати, только так можно начать проходить уровни золота, платина и необий. Как набрать воду для умирающего у небольшого оазиса внизу карты на втором акте? Нужно подойти к месту, где должна лежать бутылка, и в консоли набрать в эссер. Пришел на место, где можно найти маску Джейсона, но ее нет. Она будет только в том случае, если игрок играет за гладиатора. Какую магию лучше развивать у мага? Я бы посоветовал прокачивать у мага огненный круг и ауру, которая увеличивает регенерацию скиллов. Я улучшил способность, но эффект не изменился. Почему? Если вы улучшили способность, то в комбо ее надо заменить, иначе будет использоваться ее старая, более слабая версия. За что отвечает умение концентрация? Концентрация. Умение концентрация отвечает за ускорение только тех способностей, что обозначены в вашем списке зеленым. Для остальных у вашего персонажа есть отдельный навык. Я слышал, что где-то в игре есть говорящий дракон. Помогите, пожалуйста, найти. Этот дракон обитает в деревенье Дракен Ден. Он даже может дать вам пару заданий. Какой современный человек не мечтает прокатиться с ветерком на дорогой машине? Однако позволить себе роскошную тачку могут, увы, далеко не все. Но ведь для того и существуют компьютерные игры, что будут удовлетворить нестандартные потребности без вреда для окружающих и особых затрат. И игра Crash Day именно из их числа. Основная проблема виртуальных автосимов заключается в том, что все они замыкаются на одном из аспектов геймплея. Одни создают зубодробительную реалистичную гонку. Другие делают ставку на веселые экшн-потасовки в духе бэндитс. Третьи удаляются в аркадной дебри. Оптимистичные авторы каскадерского экшн-футура Сима Crash Day при реализации своей геймплей-модели решили использовать преимущество каждого подхода. Как говорится, все гениально и просто, но трудно реализуемо. Разработчики об этом стыдливо умалчивают, но Crash Day был долгостроем долгостроев. 9 лет, господа, куда там сталкеру? 9 лет с 1997 по 2006. В недрах студии Moonbyte и Replay вынашивалась идея игры. За это время проект прошел длинный путь, о котором теперь напоминают только заботливо собранные авторами кадры в меню о создателях. Посмотрите на них, и вы увидите первые DirectX картинки игры, фотографии времен, когда Crash Day делали дома у одного из разработчиков. Покупка офиса Moonbyte и многое-многое другое. Даже кадр, где разработчики приехали в гости к российскому издателю, но видиск не потерялся. Релиз игры состоялся в этом году, 23 февраля. Рекомендуемые системные требования игры. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 830 МБ на жестком диске. Плюс ко всему, для своей игры сотрудники Moonbyte сотворили проработанный движок с весьма реалистичной физической моделью. Но в этой проработанности и реалистичности есть и минус. Отменная графика накладывает серьезные ограничения на размеры карт. Пока давайте поговорим о местном геймплее. С разнообразием у Crash Day все в порядке. От обилия игровых режимов глаза поначалу просто разбегаются. Через какое-то время, правда, понимаешь, что действительно новых идей здесь в общем-то нет. Дабы угодить наиболее широкому кругу игроков, разработчики вооружились схемой с миру по нитке и собрали почти все чужие успешные наработки. Удалось им это или нет, покажет только рейтинг продаж. Но факт остается фактом. Выбор есть и заметный. Самый, наверное, неприметный и скучный из игровых режимов это, собственно, гонки. Не потому, что они плохо реализованы, а просто потому, что для этой цели есть игры куда более высокого уровня, чем Crash Day. Но скучать не придется. Благо других режимов выше крыши. После каждой гонки можно посмотреть рифлей. Именно здесь очень хорошо заметно желание разработчиков сделать игру как можно более зрелищной. Можно выбрать чуть ли не полтора десятка ракурсов, восьмикратно замедлить время, посмотреть на события глазами разных водителей. Словом, провести разбор полетов со вкусом. В Crash Day есть еще одна досадная проблема, связанная с ограничениями операционной системы Windows. Если ехать и одновременно нажимать ускорение, то более-менее получается. Но если попытаться нажать еще и на выстрел в этот момент, то компьютер издаст протяжный ПИИ. И ничего дельного не получится. Особенно критично эта проблема в режиме Bomb Run, так как при подобной блокировке клавиш нога виртуального пилота отпускает педаль газа. И если срочно ничего не предпринять, показатели спидометра мигом опустятся ниже ограничителя. Чем это кончится, думаю, вы уже догадались. Кроме больших режимов, разработчики заготовили еще и три мини-игры. Long Jump, Vehicle Blast и Checkpoint Chase. А в мирное время игрок может отправиться в объятие режима Test Drive и обкатать свою тачку, испытывая свежекупленное оружие и прочее барахло. А теперь ответим на некоторые вопросы по игре. Пожалуйста, подскажите тактику этапа, на котором бомбу надо присоединять к соседним машинам. Лучше сначала не брать бомбу, а подождать, когда останется 10 секунд. А уж потом подъезжать к носителям бомбы, отнимать ее и сразу возвращать назад. Еще вопрос. Подскажите, что делать в четвертой миссии профессиональной лиги? Как там зарабатывать по три очка? Объясняю. Одно очко зарабатывается в том случае, если тот, кому ты передал бомбу, отдает ее дальше. А если ты кому-то передал бомбу и тот взорвался, то тебе дают три очка. Идем дальше. Подскажите, как в карьере финальных гонок на второй трассе набрать больше всех очков за три минуты? Здесь нет ничего сложного. Прыгаешь выше, крутишься больше, да и все. Застрял на миссии, где нужно набрать 70 тысяч за одно комбо. Подскажите участок, где лучше всего это сделать? Если ехать в сторону моста, то встретишь серию земляных трамплинов. Именно на них набрать 70 тысяч проще всего. Также всем рекомендую загрузить пач к игре. Смотрите во второй части программы. Главный герой игры, известный писатель Майк Артрейд, покупает особняк. Как потом выясняется, дом хранит множество тайных загадок. Майк прибывает, чтобы осмотреть свои владения. Именно с этого и начинается игра с крейчис. На фоне общего застоя тактических боевиков и деградации отдельных серий, выход дополнения к СВАД-4 можно считать небольшим праздником. Смотрите во второй части программы. Главный герой игры, известный писатель Майк Артрейд, покупает особняк. Как потом выясняется, дом хранит множество тайных загадок. Майк прибывает, чтобы осмотреть свои владения. Именно с этого и начинается игра с крейчис. На фоне общего застоя тактических боевиков и деградации отдельных серий, выход дополнения к СВАД-4 можно считать небольшим праздником. На наших с вами глазах происходит какое-то невообразимое чудо. Созданный группой увлеченных аргентинских разработчиков, старомодный квест Scratches собирает по всему миру такую прессу, которая последней Ларри Крофт снится лишь в самых непристойных снах. С чего такие почести? Все очень просто. Секрет успеха Scratches лучше всего описывает английское выражение. It's not sells, it's souls. Смысл этой замечательной, но абсолютно непереводимой фразы состоит в том, что настоящие игры делаются без оглядки на маркетинговые исследования, ожидания издателей, тренды и прочую рыночную мерзость. Все дело в душе. Scratches любовно выписано и собрано настоящими энтузиастами своего дела. Мизерный бюджет Nucleosis с легкостью компенсирует удивительным режиссерским и сценарным чутьем. Итог. Игра, которую можно поставить в одном ряду с самыми атмосферными и захватывающими квестами последних нескольких лет. Студия Nucleosis была образована Агустином Кордесом и Эхандро Грациани. Два больших поклонника жанра Adventure начали работать на Scratches еще в 2003 году. Почти три года потребовалось авторам, чтобы выпустить квест на прилавке. Scratches увидели свет в марте 2006 года и получили хорошие отзывы в прессе и у игроков. Агустин и Эхандро не останавливаются на достигнутом. В разработке находится еще один проект в жанре First Person Adventure. Правда, о нем еще ничего не известно. На территории России Scratches, русское название «Шорох», издается компанией Rusabit M и Playteam Interactive. Релиз русской версии игры состоялся в мае этого года. Рекомендуемые системные требования игры. Процессор 1.6 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 500 МБ на жестком диске и 3D-ускоритель с 32 МБ памяти. Сюжет Scratches переносит игроков в 1963 год. Маленький британский городок потрясает новость о чудовищном убийстве, которое произошло в доме семьи Blackwood. Убитая миссис Blackwood – главный и единственный подозреваемый ее муж, Джеймс Blackwood. Арест и обвинительный приговор практически неизбежны, но внезапно у Blackwood случается сердечный приступ, который заканчивается летальным исходом. Полиция с чувством выполненного долга закрывает дело, а по городу начинают расползаться зловещие слухи о самоубийстве. Годом позже в дом Blackwood заселяется их старый друг, Кристофер Мильтон. Прожив в нем более 10 лет, Мильтон бесследно исчезает. Спустя еще пять лет собственником дома оказывается главный герой игры. Уже через несколько дней ему становится очевидно, что с новой жилплощадью явно что-то не в порядке. Материализоваться это что-то не спешит, предпочитая запугивать посторонними шорохами и странными тенями. И, надо думать, не материализуется до самого финала. Сама игра Scratches представляет собой классический паранормальный квест. Глядя на окружающее пространство от первого лица, вы перемещаетесь между заранее отрендеренными сценами, ищите мышью активные объекты, собираете предметы и занимаетесь вдумчивым комбинированием какой-нибудь масленки и свежеприобретенного куска веревки. Вообще, интеллигентность и сдержанность – это главные характеристики Scratches. Здесь все в тон, все к месту. Никаких лишних телодвижений, никаких дешевых приемов, минимум действия. Нуклеосис аккуратно набирает темп и спокойно, с пониманием всех психологических механизмов, рассказывает свою историю. Но все эти вышеозначенные приемы, конечно, не сработали бы без гениально прописанных персонажей. В игре есть всего два человека, с которыми Майкл заводит разговор. Да и то по телефону. Но слышали бы вы эти диалоги, исполненные нескучных деталей, разыгранные отличными артистами с роскошным английским произношением. И так во всем. Легко, изящно, без единой фальшивой нотки. Нюклеосис, конечно, большие молодцы и очевидно серьезные таланты. Имея в своем распоряжении смехотворные по нынешним меркам изобразительные средства, они отчеканили удивительной силой атмосферы игру. Scratches, конечно, не станет коммерческим хитом, и вряд ли талантные аргединцы заработают на своем проекте миллионы. Но есть все основания полагать, что стоячие овации практически всех критиков земного шара заставят крупных инвесторов обратить на самородков свое внимание. Как открыть шкатулку в понедельник, днем 14 октября? Открыть ее можно, только введя код из пяти цифр. Нужно будет еще раз посетить детскую. Осмотрите кубики. Обратите внимание, на каждом из них, кроме буквы, есть еще и цифра. Попробуйте составить имя ребенка. Как вы помните, в клепе на табличке была буква «Р». Это первая буква имени ребенка. Теперь попробуйте составить имя полностью на основе букв на кубиках. Получится слово «Робин». Теперь составляем код. Получается 59097. Ubisoft развлекается, выпуская Rainbow Six для самых маленьких. Pure Studios дарит миру простые, как две копейки, команды с Strikeforce. А в это время товарищи из Irrational Games создают SWAT 4, до стечков Syndicate, аддон к серьезному тактическому экшену. SWAT 4, получившему, по моей оценке, целых 9 баллов. К сожалению, забористого сюжета, который обещали разработчики, так найти и не удалось. Так же, как и в оригинале, здешние истории легко умещаются в небольшой предмиссионный брифинг. А о преснопамятном главаре русской мафии Стечкине напоминают только короткие полицейские сводки до финальной миссии, где этого самого Стечкина надо арестовать. Занавес. Зрители больше не пойдут в этот театр. Но хотя общего сюжета как не было, так и нет, ситуации, в которых забрасывают нас разработчики, по-прежнему привлекают своим разнообразием. Спасение перепуганных посетителей концерта из лап террористов, захват особо опасных преступников в доме престарелых и так далее. Обидно только, что игра чертовски короткая. Семь заданий явно не способны насытить изголодавшегося по качественным симуляторам геймера. Суть всего шоу, разумеется, прежняя. Ваш девиз – не убей. Прежде чем выпускать в сторону уносящего ноги подозреваемого очередь из МП-5, стоит от души поорать, применить светошумовые или газовые гранаты, долбануть злодея электричеством, заехать кулаком по уху. Если это не сработало, то да, можно и пострелять. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 800 МБ на жестком диске. А теперь поведаю о некоторых новшествах в игре. Во-первых, в игре появилось некое подобие сюжета. Восточно-европейская группировка продает качественное оружие бандам и экстремистам. Отряд спецназа узнает развитие событий из брифингов. А потом, равнодушно пожав плечами, отправляется на штурм. Пускай следователи ломают голову, где добыть информацию и как ловить преступников. Наша задача другая – спасти мирных граждан и обезвредить подозреваемых. Наконец-то можно отдавать приказы на будущее. Например, вы хотите, чтобы ваши орлы влетели в комнату одновременно с разных сторон. Появились люминофоры, они служат для маркировки зачищенных помещений. Запас люминофоров обширен и не занимает места, поэтому раскидывайте не жалея. Правда, не совсем понятен практический смысл, зачем их использовать. Карты небольшие, поэтому вряд ли заблудитесь, даже если сильно захотите. Что касается мультиплеера, то тут разработчики расщедрились и добавили в игру тонну полезных мелочей. Например, можно устроить голосование между игроками сервера и с его помощью выкинуть надоедливых и некультурных игроков. Выбрать командира, поменять карту или режим игры. Или подключить микрофон, чтобы общаться с игроками. Причем, если кто-то надоедает оскорбительными поражениями, можно заблокировать хама. И замечательный подарок – возможность совместно проходить игру в количестве до 10 человек. Да, SWAT 4, синдикат Стечкова, уже не является таким неожиданным откровением, каким год назад для нас стала оригинальная игра. Обычный классический аддон. Но приглядитесь повнимательнее. В этой игре исправлена куча недочетов оригинала, что позволило серии SWAT приблизиться к идеальному тактическому экшену. И мы просто уверены, что следующая часть делает еще один шаг в этом направлении, подарив нам множество интересных и необычных новинок. А теперь перейдем к вопросам. Посоветуйте тактику на карте «Центр Сестры Милосердия». Снайперы простреливают сразу два окна на втором этаже. Имейте это в виду. Проникайте в помещение через служебный вход. Зачищайте помещение, стараясь не пристрелить преступников. Кстати, они ходят в бронежилетах, поэтому лучше применять газ. В часовню можно войти одновременно с двух сторон. На второй этаж желательно подняться из часовни. Вы окажетесь в спальне, там будьте поосторожнее. Комната коварная, кто-нибудь может выскочить из-за угла. Обыскать оставшиеся помещения – дело техники. Посоветуйте, как лучше пройти склад Стечкина. Начинайте с офиса. Зачистив комнаты, идите на склад. Здесь нужно быть особо осторожным. Большая территория, много удобных позиций для засады. Второй ярус. Очистив территорию от противников, обыщите небольшие комнаты и двигайтесь дальше. А дальше вообще настоящий лабиринт. Используйте блокираторы, чтобы подпереть двери. Прикрывайте тылы фланг и вообще старайтесь действовать в одиночку. Напарники часто делают непростительные ошибки. Также советуем использовать новый в игре удар рукой. По нажатию клавиши «Б» персонаж даст оппоненту хорошую заботычину. Против преступников, понятное дело, использовать не всегда получится. Застрелить быстрее. Зато милое дело, когда надо убедить упрямых гражданских поднять руки во время ареста. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на e-mail faqsobaka.moosdefestv.ru И я обязательно отвечу. До скорого. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok